ну что друзья мы в новом отеле клёпа джина и светик а вот наш вид это мы уже в сочи в отеле как видите там уже горы там дома мы еще не гуляли днем здесь значит хурма растет но ее уже нету видимо съели такой вот отель очек есть у нас видите балкончик короче тепло я стою скуку рад это может 15 градусов ну тепло реально вот у нас там недалеко прям море сейчас пойдем туда там железа дорога про то есть там море залезем на те горы посмотрим на море но это все конечно хорошо но я мы стараемся как бы не унывать а вчера мы когда сюда приехали мы прямо этот отель залетели на серпантине я вам видео показал в прошлом ролике что машина там это оказывается у нас как оказалось сегодня мастер приехала на осмотр оказалось там масло не было поэтому машина начала там уже это пыхтеть вот и слава богу что так получилось что мы здесь остановились короче у нас машина влетела ну повернули в отель и она короче обгон обгон хоть пошла и у нас короче жесть но нам очень повезло что она обошла вот так но audi q3 короче было и машина наша машина этим как это называется не бампера основная вот эта вот рама нижняя где за бампером углу глава и она вот этой она зацепила вот этот бампер сломался у нас угол и вот эта металлическая рама всю короче audi q3 как консервную балку банку вскрыла прикиньте вот все двери вот так было вскрыто все офигеть повезло короче ну и нам и им они все без жертв никто не пострадал у него конечно сильно машина там а у нас поэтому не сильно сегодня мастер приезжал мы вызвали у нас там это потепло чего-то короче надо будет чуть-чуть там выпрямлять значит эту раму в общем сейчас он приехал он год к вечеру подвозить машину ко мне к четырем часам и посмотрим чё почем в общем короче друзья попали мы в аварию в сочи и сейчас утро солнце светит пойдем собаками гулять короче мы остались без машины на ближайшее время но и скорее всего попали на бабкина потому что приезжал этот дпс ник и сказал что мы не правы оказались потому что он шел на обгон а мы должны были посмотреть что там никто не едет но мы смотрели никого не было за нами было две газели потому что и он нас не увидел он пошел на обгон и не увидел за газелями что мы вот пошли маневр уже совершали и короче ну написали что мы виноваты если страховка его не покроет его ремонт наверное надо будет это короче друзья стрим запущу вечером пообщаемся сейчас пойдем гулять собак накормили погода классная но вот такой чип и случилось ну ладно главное все живы и собаки целы и мы живы здоровы да светка светка молодец вообще мне так и и жалко всю дорогу я смотрел как она видит до отдыхать надо и мне так жалко на и все она вчера старалась 12 часов мы ехали да с хотели быстрее дабы добраться до сочи на море в горы вот съездить и получается от усталости концентрация вот видите так получают что сбивается концентрация и все ты уже не такой внимательный как обычно такой вот у нас этот номерочек наши вещички там значит шкаф здесь туалет есть короче все дела все есть холодильник есть кондиционер есть но я так думаю что здесь летом очень жарко поэтому здесь кондиционер везде это собакам хорошо но это дом это уже такой вот как бы найти среди домов вот такой отельчик ну прикольно ну конечно дороговато жить в отелях мы скорее всего здесь лазере лазаревская да это лазаревская мы сейчас в лазаревском нам очень нравится вот у нас вот сейчас вот ведь даже с окна говорят очень много отзывов что она по фигня езжайте в лазаревская там очень хорошо поэтому сейчас скорее всего снимем квартиру на длительный срок и ближайшее время останемся здесь потому что сейчас мы останемся без машины придется нам ходить пешком где-то там а еще надо найти мне рынок где продается мясо для джинкина потому что клёпи хорошо она корм поела и все а джинки надо мясо мне еще мясо на вечер есть она завтра уже нет сейчас пойдем поищем джинки мясо все пока вот чё в сочи растет своих домах в наших московских деревушках яблоньки растут а здесь он смотрите пальмы хурма виноградники он вот свет как кишмиш пробует пошли джина тут остановка сразу пальма все зеленые вон там наш отель здесь рядом прямо дорога и сразу море да светка смотрите красота о рыбаки и сотри вот так вот у нас там на москве реке ловят рыбу а здесь можно гусаре даже чуть поймал помоем на рака ловит здесь такой не курортный участок где можно вот на камушках просто посидеть рыбу половить пляжа нет народу здесь вообще нету пачки а клюет а а есть рыба то вообще только приехал здесь смотрите ныряет короче сразу глубоко искупаться тари чистое до моря купался и в отель пошел и мыться не надо дома запада такой какой-то приятный класс москвой как те море джиночка прюндель а тебе тифалька хочу больших не бывает короче самая большая с ладошки доводят какая-то тифалька великий ларка пацанчик чё стесняешься не нападешь надеюсь блин а у нас течка сейчас все кобели с нами буду сарей джина заигрывать с ним еще в этом плане плохо а следина джина пошли вперед джина один сопровождающий местный у нас есть джина пошли пошли вот идем мы для нас уже обыденное смотрите по сторонам вот такие вот пальмы вот такие вот пальмы а и короче вот эти игольчатые такие я думал это тоненькие листочки косы то в конце иголка если я так палец продырял джина аккуратно сейчас продырявишься а у джины течка за нами сейчас кобелек увязался правда его прогнал смотрите отель европа красота короче сейчас идем в горы лазаревская лазаревская оказывается намного круче тут горная местность она по чисто такая то так себе городишко обычный здесь короче на дорогах по беспределу ездят короче если будешь стоять тебя никто не пропустит надо тут короче шустро ходить ребят очень важно мы сейчас живем в отеле второй день решили в отеле остаться но потому что без машины остались не вариант куда-то ехать поэтому сейчас в лазаревском будем искать квартиру примерно месяц вот так вот на пол месяца поэтому если у вас есть знакомые кто сдает в лазаревском это напишите в комментариях если реально есть света ну контакты то лучше мне вконтакте написать чтобы я увидел прочитал потому что все комментарии не успеваю читать просто времени нету так что если у вас есть контакты то сдает с собаками можно да мне вконтакте очень много всяких запахов джин . короче это кайфует пошли джина кайф горах красивый гостевой дом ши 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 рак а широк я помню это мне сказал в гостевом доме в широке говорит девы почем сняли вот я вспомнил широк который за действительно двоих человек а он пойдем спросим сейчас здрасте а вас есть номера ну наближает на месяц к примеру или вы так не даетесь до собаками а без собак или у вас чисто как отель да нам бы вот на месяц а так недороговато 10 а я вас просто видел в этом в ютюбе женщина одна рекомендовала вот и поэтому мы сюда пришли думали с собаками можно нельзя да но жалко прикольно частники да какие-то там есть бывает можно мы про частот в отеле остановились нам хотя бы на полмесяца вот так на перед две тысячи 2 до дорог дешево а вас почем ай дорого блин надо был а у вас собаками отчетом типа теластисты и они не хулиганят да ну ладно а так у вас дешево ну а так недорого на месяц за 10 тысяч и обостровался джина хочет к вам спасибо пойдем искать друзья десять тысяч в месяц вот в этом шикарном отеле смотрите ширик на шарик дачу там широк широк 10 тысяч я в зеленограде снимаю за 24 и там холодно плохо голодно а здесь варить рай за 10000 в месяц на жалко собаками нельзя так что друзья надо переезжать сюда тут вообще рай просто рай мы сейчас идем смотрите в горы и здесь запахи такие чистый воздух чистый ароматы таких трав горных собачки охранники ничего страшного джинка кстати нормально реагирует на всех собак пошли джинна и ни на кого не лает вообще на всех не реагирует царите другом перепрыгнуть крути это женщине сказал которого от ягоду свете пойдем спросим ради интерес просто я увидел тоже вот про этот ширик сказали в лазаревском женщина короче это посоветовала что в этой области какие красоты за 10000 в месяц и я не верю потому что мы его тот или квартиры смотрели полтора тысячи там 10000 15 это там в анапе мы смотрели но опять же собаками нельзя было а потом вот на порекомендовали за 10000 и вот мы случайно просто идем получается увидел название и вспомнил оказывается реально 10 тысяч в месяц а мы сейчас за 2000 снимаем отель в день а у них 10 тысяч в месяц но с собаками нельзя даже с маленькими но тут такой горный воздух блин дышится так круто смотрите везде горы джин это он дышит и какой крутой подъем очень крутой подъем чтобы понимали вот горизонт на это вверх дорога идет длина учетом ты провалилась киська привет идем таки идем оттуда поднимаемся а тут кошак сидит на заборе собаки даже не видят хух в гору идем сможет может найдем квартир ну такой вот домик комнатушку за 10 15 до ходим короче лазаревском по горам ищем жилье смотреть какая красота если где-нибудь вот здесь вот вот снять вот это вид будет вот такой на море до собаки короче ребят встретили сейчас мужичка одного пообщались он нам сказал зачем вам на машине куда-то в сочи ехать садитесь на электричку она здесь у нас прямо под носом и езжайте куда хотите дешевле и быстрее на красную поляну куда хотите там сели с собаками спокойно приехали на канатную дорогу сели покатались погуляли ничего там баранку крутить не надо поехал туда-сюда короче это пока все равно машины нет что-то делать надо а сейчас вот ходим ищем где бы кости бросить свои полин смотрите какая красота друзья он заведут декрасов на перилах стоит он справа на вонку смотрите как здесь жить прикиньте вот в том домике наверху жить и вот такой вид на море там закат закат рассвет короче да здесь встречать можно друзья заглянули за забор а тут киви растет смотрите как виноград офигеть собаки не хотят нас никто пришли в такой отель смотрите два отеля больших вот все закрыто никого нет только на лето и вид такой офигенный их будем искать смотри друзья банан и да нет помню банан на нас это ведь банан пойдем мандарины растут короче здесь все растет бананы мандарины киви форма матисы вот такие стоят а здесь тупик что ли на очень много придется потратить металла что выровнять цемента вы ровную площадку сделать увидели забор из ракушек здесь смотрите здесь покрупнее из той стороны сколько собирать нужно этих ракушек ручная работа да вот какой тяжелый ничего себе и море вот он тоже нам был отель все закрыто вот никто сейчас ничего не сдает не сезон не придумано что для того вот так нет покушать пришли столовую местную накушаем сей пойдем дальше искать да и такой нельзя и сырое надо хотели найти где мясо купить тут не можем найти для собак соседскую собаку или по дороге поймал у нас пока нет соседней блогеры блогеры сейчас снимаю снять и отправить кому-нибудь а собаки тут это скучают джинка сейчас какая там ходил за этим всем джинка дернула как у светки аж этот суп раздрел сколько уже три дня не ели до нормально три дня нормальная человеческая еда столовая смотрите борщ пюре штука мяско салатик компот приятного нам аппетита что мы типа были у мастера и это посчитали сколько по деньгам будет стоить наш аварий наша поездочка слушайте не нужно потому что тут больше еще того то есть именно на запчасти потом вам удар встал по сути 40 тысяч плюс работа ну грубо говоря антифриз джинночка спит эти мои если спи спи моя сладкость и моя хорошая приехали в сервис короче моя девочка пить булочки приехали сервис короче это по запчастям 57000 вышла в общем там еще внутри горы менять в общем вот у нас тут еще вот так вот стекло треснуло она еще и дальше пошла вчера вот так было сегодня уже здесь как только по запчастям 57000 вышла вот это еле как присобачивала вылетает вот эту фигню менять надо который согнулась короче решетку я вставил там вроде еще клипсы не сломались а вот здесь зацепил вот на вот такие стяжки запчасти завтра закажет он получается 50 с чем-то тысяч пипец плюс потом еще за работу мастер возьмет все это поменять рееры этот ремень там все дела фильтра всякие и все тогда можно будет ехать она и так принципе едет просто внешний вид уже такой видите стрёмный чё друзья вот мы нашли одну квартиру сейчас посмотрим да свете мы первый раз сюда заходим стоит заходить свечу свет включи до потихонечку вот тебе комната раз в принципе нормально больше сколько шкафов просто изобилие большая кухня две комнаты вот смотри я бы не сказал что здесь что-то не убрано но можно сказать что здесь очень очень грязно можно сказать что там смотрим вон там смотри прикольно кстати кухонка конечно но за что готовить может сковорода есть от моем а вода течет есть барная стойка стулья есть то есть один микроволновка это работает стиральная машинка есть смотри свечи вот и как ты хотела ты здесь я там и на едино собакам и как бы не особо движешь и париться можно что здесь грязно чё-то да это же обычная квартира тебе не ехать это моя ну смотри 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 тут есть стиральная машинка наверно нету пойдем заблудиться можно а вот стиралка смотри стиралка работает ну в принципе смотри постираться нам вещи постирать пожить нормально я думаю валяться ванной на него не будем такая берлога да на 1000 тянет а тут типа закрыто что да ну у нас до завтра еще есть время когда начинает здесь снимать этот звук вот это тым джинка знает уже да и она сразу смотрит динучка что вы пошли да возьмем эту короче квартиру но завтрашнего дня потому что у нас еще отель проплачен джинка уже выбрала себе место смотреть клёпочка этого все дрыхнет собаки в одной комнате открыть клёпа вставай прошли мы а нет светка с клёпой там а я здесь ну так видите друзья по фоткам посмотрели красиво там бит и моря вдалеке вдалеке не прям вот здесь а вот на самом деле как-то ну вот ну вот так вот провода вот это вот все как-то него неуютно ну короче вот это стараюсь и вот эти вот полы мои вот из зеленограда вы будете видеть мои видюшки как будто я никуда не уезжал а так принципе балкон большой убраться только здесь надо некомфортно здесь вот такая вот кухонка вроде все есть но все такое вот грязное убитой все такое заляпанное вам зато возьмем картохи нажарим вай-пай подключим на светик и вот это более-менее такая комнатушка нормальная да а завтра мы поедем сочи на электричке я думаю интересно будет тоже да женочка поехали в путь кнопочка